Я очень люблю аплодисменты. Всем нам давайте. Все друг другу аплодисменты! Мне ответственность сия выпала. Я должен сказать приветственное слово. И я хочу поблагодарить всех, кто причастен к данному мероприятию, к нашему международному конкурсу талантов. К нашему московскому продюсерскому центру Эвитна Рена Москва. Аплодисменты, друзья, всем организаторам, всем, кто причастен. Вы участники, которые... Мы все это делаем только для вас. Для нас огромное счастье, что сегодня, в наше непростое время, нам удалось собраться. Я вас благодарю от чистого сердца и говорю вам спасибо за то, что вы выбрали наш конкурс, что вы сегодня приехали, нашли время. Всем спасибо. Аплодисменты, друзья! Дорогие участники, я каждому желаю, чтобы вы сегодня победили. А если вы не победили, чтобы вы научились чему-то новому, потому что наши многоволожаемые члены жюри дадут вам советы, которые вы можете нести всю жизнь. Вы можете прислушиваться к ним, они очень добрые. Аплодисменты нашим членам жюри! Сегодняшний вечер, конечно же, не мог состояться без наших партнеров. Я всех благодарю, всех партнеров, спонсоров. Друзья, аплодисменты нашим партнерам. Я вам желаю прекрасного дня, чтобы мы сегодня просто кайфанули от того, что вы делаете на этой сцене. Аплодисменты! Спасибо! Спасибо большое Павлу за прекрасное наставление, за прекрасные слова. Давайте отдельно поаплодируем нашим жюри. Немножко... Ну что это такое? Они будут вас судить. Вы же понимаете, когда нахлопать сейчас, да? Вот. Ну, давайте в следующий раз погромче. Итак, заслушанная артистка России, прима-валерина Хриоков. Дорогие друзья, Наталья Кункурцева, город Москва! Аплодисменты! Концертный директор звезд российской эстрады. Директор группы Турбомода. Максим Латышев! Аплодатель премии «Песня года» и «Золотой голос». Евгений Хомский. «Золотой голос» группы Турбомода, город Москва. Аплодисменты! Телеведущий. Певец. Актер. Эксперт федеральных телеканалов «Первый канал». НТВ. РЕН-ТВ. Один из самых востребованных ведущих Москвы. А также ведущий международного музыкального фестиваля «Арена Проджект 2.0 Москва». Роман Огниев, город Москва. Аплодисменты! Также певец, автор песен, участник проекта «Хочу Миладзе». Выпускник белорусской фабрики звезд. Финалист проекта МТС «Зажигает звезды». Артист продюсерского центра «Арена». Андрей Спасинников, город Минск. Автор, певица, артист продюсерского центра «Арена». Изабельен, дорогие друзья, аплодисменты! Спасибо большое. Также хочу отдельно представить генерального продюсерского и директора Московского продюсерского центра «Арена». Организатор масштабных проектов Павел Люмилов, город Москва. Ну а ты и город Коснодар тоже, чуть-чуть. Да уже, действительно. Спасибо. Ну что, расскажу вам немножко о правилах конкурсной программы международного конкурса «Талантов New Open 2021». Сегодня состоится два тура. Первый тур и финал. В первом туре выступят все участники и коллективы. Во второй тур, к сожалению, не пройдут от 10 до 15 участников, в зависимости от набранных их баллов. Итак, члены жюри выставят баллы после каждого выступления, которые суммируются и фиксируются в протоколе. Награждение тех участников, кто не прошел финал, состоится в перерыве между первым и вторым туром. После финала пройдет награждение абсолютно всех участников. А также, самое главное, наши многоуважаемые члены жюри споют для вас свои лучшие песни. Давайте поплатим. Браво! Хочу удивить именно этому моменту особое внимание, потому что мы готовы начинать аплодисменты абсолютно всем участникам нашего сегодняшнего дня. Ура! Ура! Ура, друзья! Табехин Андрей, вокальное направление, без ограничений от 29 лет и выше, категория «Вокал». Город Краснодар. Встречайте громкими аплодисментами, друзья! Добрый вечер, друзья! Я очень рад вас здесь сегодня приветствовать в этом прекрасном зале. Особенные слова благодарности, конечно, хотел сказать организаторам сегодняшнего вечера за то, что дали нам возможность поделиться друг с другом своими песнями и настроением. Ну, как известно, что Кубани — это казачий край. И поэтому я сегодня вам спою свою песню. Она так и называется «Казаки». «Казаки» 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 «Ваша сутка — это некий древне, без ограничений. «Казаки» «Казака» «Казаки» Повсюду дух лихой витал. И кричали бабы, дети и старики, С победой едут казаки. Эх ты, Оля-Олюшка, да казачья долюшка, Удаль вела детская шашки на голову. И едут, и едут казаки На восстанницу вдоль реки. И будет песен до утра. Лился самогон, как из ведра. От угощений ломятся столы. Все встречают лодцев удалых. А когда костры в ночном горят, Девки, братья, ждут не спят. И хотя им с зорькой поутру вставать, Пришивают жилком кружевая. Ах ты, Оля-Олюшка, да казачья долюшка, Удаль вела детская шашки на голову. И едут, и едут сказаки На восстанницу вдоль реки. Зоиск ранен друг коза, Зоиск ранен друг коза, Зоиск ранен друг коза. И слезы у коня его глаза Выручают билых братьев вороной, Отвезет хозяина домой. Сканула, все закинула, Но вновь казачья слава зацвела. И душа все чаще в курении зовет, И опять нет-нет, да запоет. И воля-волюшка, да казачья долюшка, Удали молодецкая, шашки нагло. И едут, и едут казаки В останницу вдоль реки. В останницу вдоль реки. Спасибо вам, Андрей. Андрей, подскажите пожалуйста, а вы написали и текст и музыку сами? Да, и минус тоже. Микрофон подборите, пожалуйста. Да, и текст и музыку, и минус, аранжировку тоже все сделал сам. Аранжировка очень крутая песня, вообще такая очень оттуражная, и мне кажется это какое-то дорожное радио. Вот эта песня зашла бы там точно. Это написано еще в 90-е годы, у нас здесь на Пабоне просто было как раз возрождение казачества в этот момент, и вот я ее написал вот так совпало, и как раз началось возрождение. Да, очень и очень добрая песня, нам она понравилась. По поводу вокала, моментами его пропадали, то ли вы отдалялись от микрофона, наверное, и было не слышно текст. А вот еще лучше, что будет нормально. Вот нельзя действительно, вот это как бы настолько самобытное, да, и для меня это большое чудо, когда человек пишет музыку, слова, аранжировки, еще снова ходит и поет свой материал. Это вообще просто вот тотальная такая как бы сильная ситуация. То есть, допустим, вот мы, я пока не пишу песен, но пишу там какие-то смешные такие, веселые, все ржут, но пока это не выливается в творчество. Да, а когда я вот понимаю, что ага, вот это большой труд, это погружение, это из мира идей, на бумагу, потом все воплощение, и мы вот видим вот уже вот так, на своих самобытах не дать взять. Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое. Спасибо. Даже я не буду, ну, в том плане, что это безоценочно, то есть это авторская песня. Спасибо.